А теперь о тех, чей ежедневный подвиг их работа. Свой профессиональный праздник 28 апреля отмечают работники скорой помощи. Ежедневно Тверской единый диспетчерский центр принимает вызовы по самым разным случаям. В прошлом году было обработано более 430 тысяч обращений. А ведь именно от работников скорой помощи зачастую зависит жизнь и здоровье пациента. В торжественный день лучшие сотрудники службы получили награды за свой неоценимый труд. Не раз врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи становились героями сюжетов нашего телеканала. Журналисты выезжали с ними на вызовы, участвовали в тренировочных занятиях, передавали слова благодарности от спасенных пациентов. Только в сутки диспетчер обрабатывает около тысячи вызовов со всей области. Инсульты, инфаркты, травмы, пациенты с коронавирусной инфекцией. Все это и есть будни бригады скорой помощи, рассказывает фельдшер первой подстанции города Твери Дарья Латкова. Вызывают на разные заболевания, разные случаи. Нагрузка большая. Сейчас, конечно, в связи с тем, что заболеваемость с ковидом уменьшилась, нам, конечно, стало полегче. На скорой помощи Дарья работает около 10 лет. Считая плюсы своей работы, отмечает, что она сочетает в себе посменный график, достойную зарплату, движение и, конечно же, желание помогать, ради которого и была когда-то выбрана профессия. Также, говорит фельдшер, сейчас работать становится легче. На помощь приходят молодые специалисты. Действительно, для решения кадрового вопроса, в частности, в муниципалитетах, введены меры поддержки. Так, для 10 специалистов, которые поедут работать в области в этом году, предусмотрены выплаты. Новые меры, которые приняты в этом году на уровне области, по поручению губернатора, выделение полутора миллионов рублей для каждого медицинского работника скорой помощи. Таким образом, для 10 врачей скорой помощи предусмотрены эти выплаты. У нас повышена заработная плата и врачам скорой помощи, и фельдшерам, всем без исключения на всей территории. Кроме того, в 2021 году в регионе была завершена централизация скорой медицинской помощи. Объединены станции и отделения, и центр медицины катастроф. Создан отдел медицинской эвакуации. Также проходит поэтапное обновление парка автомобилей. Приводится в порядок зданий, где располагаются службы скорой помощи. Новая система позволяет сократить время ожидания бригады пациентам, а также оказать консультативную помощь по телефону. Вся эта работа легла на плечи службы скорой помощи. Ежедневно на линии работает 105-107 выездных бригад, а в организации в настоящий момент более 2050 сотрудников. Это самая большая медицинская организация в Тверской области. Труд врачей скорой помощи отметил Игорь Руденев в своем поздравлении, адресованном работникам службы. Работу медиков губернатор назвал ежедневным подвигом во имя спасения жизни и здоровья жителей Тверской области. Как отметил глава региона, созданная единая служба скорой помощи обеспечивает оперативное и эффективное решение поставленных задач во многом благодаря высочайшему профессионализму врачей, фельдшеров, медицинских сестер, водителей, диспетчеров и всех работников.